В Японии американский самолет F-16 сбросил топливные баки прямо на жилой район. Власти потребовали прекратить полеты самолетов такого типа до выяснения причин случившегося, но американцы вскоре полеты возобновили. Японский министр обороны назвал это крайне прискорбным. Действительно, а страну, которая пытается вечно угрожать России, тупо вытерли ноги, причем не первый раз, цинично, публично, демонстративно и с особым смаком, а главный самурай выражает крайнее прискорбие. Где-то в своих гробах вращаются те японские императоры, кто когда-то возвел до неплохих высот страну восходящего солнца, причем так вращаются, что можно было бы в Японии больше АЭС не строить. Но простите, Сакура отцвела, завял топинамбур. Причем, кстати, чисто поржать. Расскажем, что японские средства массовой информации полны сообщений о развертывании новых подразделений противокорабельных ракет «Бастион» на Курилах. Агентство 4J, простите нас за наш японский, считает это прямой угрозой Токио. Россия окончательно укрепляется на Северных островах, пишут читатели, а некоторые предлагают высадить на Курилах японские войска и поднять японский флаг. Ну, это ж кто спорит проще, чем со своей территории выгнать звездно-полосатых друзей, которые вашим же гражданам на головы то топливные баки сбросят, то еще какой предмет. Вот, оцените боевой японский вопль типа Бонзай. Постепенно наши острова Сенкаку, Токосима и Северные переходят под контроль Китая, Южной Кореи и России соответственно. Япония молча на это смотрит, пишет онлайн Якудзуна и добавляет, Россия превратила Северные острова в неприступную крепость. Неужели у экономически мощной Японии нет сил для того, чтобы построить мощный оборонительный щит, чтобы противостоять всем этим посягательствам? А и правда, неужели экономически мощной Японии не хватает подумать, что с Россией надо бы дружить? А вот некоторые, кто летают как захотят над страной суши и покемонов, должны бы наоборот Гоухом сделать. Но куда там? Главная же Россия окружает Японию. Потому что тут же пишет еще один мамкин самурай. Северные острова это суверенная территория Японии. Если мы пошлем туда японские силы самообороны и поднимем над ними японский флаг, то никакого нарушения японской конституции в этом не будет. Чувак, даже сложно тебе как-то это объяснить более японским языком, но территории Японии, где стоят военные базы США, они ближе и еще более суверенны, чем тебе кажется. Подними там флаг, сделай одолжение своей стране. Нет? Правда, добил своими угрозами Кремль. Конечно, третий камикадзе в трико, кто заявил, цитируем, что мы все выражаем, да выражаем сожаления. Прекратить всякие отношения с Россией. Не покупать у нее энергоносители, не продавать автомобили. России нужно нанести настоящий экономический урон, а не выражать сожаления. Где-то, наверное, далеко даже всплакнул Барак Обама. И что тут добавить? Каково это, не покупать у России энергоносители, уже знает Европа, особенно ее население, которое что-то не в восторге от лютых счетов за отопление и электричество. А в свою очередь, концерн Toyota, у которого продажи по всему миру обвалились на 20%, по-любому будет счастлив оставить россиян без автомобилей. И Mitsubishi тоже, который закрыл свой авиапроект, пока MS-21 живет и летает. И Nissan. Тут мы, правда, простите, не будем цитировать народное русское творчество типа, что будет, если ты его купишь. Впрочем, есть и хорошие новости. Губернатор Сахалинской области сообщил об интересе датской инвестиционной компании Копенгаген Офшор Партнерс к Курильской гряде, а именно к острову Шумшу. Из слов Валерия Лимаренко следует, что финансисты хотели бы взять в аренду упомянутый остров, точнее его часть, для развития там проекта «Зеленой энергетики». Пока японцам честно предлагали и работать, и развивать вместе эти территории. И это не только не конец. Это совсем другая история.